В таком состоянии волонтеры нашли пса Зума. Его сбила машина. Приехав на место аварии, зоозащитники поняли, что травмы у собаки очень серьезные. Но решили попробовать спасти ее. Я не боюсь инвалидов, особенных животных, поэтому было принято решение забрать и пробовать оперировать. Собака контактная, собака ласковая. Она очень скулила, ей было очень больно все эти передвижения. Волонтеры доставили животное в клинику. Там диагностировали переломы позвоночника, таза, лап. Операцию невозможно было провести из-за анализа крови. Собаку укусил клещ. В экстренном порядке подключили волонтеров, то есть подключили неравнодушных людей в этом плане. Привезли животных, сделали совместимость крови, перелили животному цельную кровь, потому что это наиболее актуально в данном случае для того, чтобы максимально быстро стабилизировать состояние. На лечение собаки в кратчайшие сроки люди собрали более 100 тысяч рублей. Когда состояние стабилизировалось, Зуму провели операцию, но после нее сердце хвостатого остановилось. Как выяснили волонтеры, у собаки были хозяева. Они пытались пристроить пса в добрые руки через один из сайтов, но в итоге Зум оказался на улице. Мистер Грей тоже жертва ДТП. Четырехмесячный щенок попал к волонтерам с переломом позвоночника. Благодаря реабилитации есть улучшения, но ходить самостоятельно он уже вряд ли сможет. Таких несчастных животных, по словам волонтеров, очень много. Группы не справляются. У нас более 20 групп помощи животным и активно берут 4-5 групп и постоянно поток. В день примерно 10 сбитых точно по группам попадает. К сожалению, почти всегда люди уезжают с места ДТП. Как отмечают юристы, в случае ДТП с животными ответственность несет как водитель, который покинул место происшествия, так и владелец собаки, если он есть. При условии того, что мы сможем установить, кому конкретно принадлежит животное на праве собственности, на сегодняшний момент предусмотрено административным кодексом. Штраф на физическое лицо составляет от предупреждения до 3000 рублей. Водитель, который покинул место происшествия, не оформив его соответствующим образом в органах ГИБДД, как минимум должен быть привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Сейчас зоозащитники спасают еще несколько кошек и собак с автотравмами. Волонтеры призывают водителей быть внимательнее на дорогах. Если произошла авария, не оставлять в беде травмированных животных, ведь им не всегда успевают помочь. Мария Ремезова, Дмитрий Бурматов, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.